Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня хочу представить вам к обзору Лунар Венус. Это караван 2012 года выпуска. Он находится у нас на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Стоимость его 742 тысячи рублей. Караван полностью растаможен, ПТС на руках, готов к оформлению в любое удобное для вас время. Что касается каравана. Это караван, который выпускался с 2012 года по 2014 год. Скажем так, что Лунар решил поставить небольшой эксперимент с задачей получить караван в 6 метров. И чтобы можно было буксировать каким-то не очень мощным тягачом. Что у них получилось? В принципе, то есть 5,78 длина с дышлом, 3,98 длина модуля без багажника и 2,12 ширина. В данном случае уже используются цельные алюминиевые панели сбоку. Вот мы видим они без абсолютно каких-либо швов. То есть это уже технологии достаточно современные. И использование, конечно же, АБС-пластика в передней части и в задней части с приставным бампером. Что касается техники, сцепное устройство Алко с накопным тормозом. У нас здесь уже используется 13-пиновая розеточка, которая вам позволит заряжать аккумулятор и пользоваться холодильником от 12 вольт в пути. И багажничек у нас рассчитан на 2 газовых баллона. Достаточно короткий у него пол получается. Опять же, повторюсь, это модуль приставной. То есть отношения к жилому модулю он никакого не имеет. Здесь у нас МДФ. Встроенный редуктор. Повторюсь, место под 2 газовых баллона. Как такового подоконника с веса здесь нету. Потому что очень упокатая морда получилась у этой модельки. То есть, что здесь еще из особенностей? Здесь уже стоит у нас Вейловский такой комбинированный отопитель. Он же Бойлер. Палаточку мы можем в данном караване поставить с двух сторон. Хотя, в принципе, на сегодняшний день это не очень актуально. Все-таки по отзывам наших покупателей все ставятся он со стороны входа. У нас здесь используется тент 850. Который размер, если кому это интересно, в комплекте его нету. Туалет Тетфорд. Тетфорд Т260. Последняя моделька. Канистра на 15 литров. Плюс бачок слива. Уже отдельный. То есть, дометик-холодильник на 112 литров. Серенькие трубы слива серой воды. Очень оригинальное литье у нас на этом Венусе. Соответственно, резина не требует замены. Она в идеальнейшем состоянии. Скажем так, что и по некоторым вещам в этом караване такой вывод, что не пользовались особо им. То есть, холодильник вообще как новый. Здесь у нас место для штатного аккумулятора и подключения 220 вольт. Место для подсоединения шланга и насоса помпы. Здесь у нас используется Трума Ультрафлоу. И у нас Вейлорский комбинированный отопитель и бойлер. Я уже говорил, 4-киловаттный он. То есть, как такового отопителя, как в старых караванах, мы уже не увидим. То есть, сама установка скрыта под правым диваном по ходу движений. По рукавам раздува поступает тепло непосредственно уже в жилой модуль. Бампер у нас сзади накладной. Также он ударопрочный. Это даже свойственно, скажем, больше Бейлик в Амбсолюте технологии. Но, в принципе, плагиат никто не отменял, скажем так. Место. Вот палатку. С левой стороны по ходу движения. Также есть. Все стекла маркированные, если кому интересно. Ну, давайте посмотрим, что внутри этого каравана. Вес у каравана 748 килограмм. Что позволяет буксировать его любым транспортным средством. Но могу сказать, что дверь закрыл. Вот такой он. Прямо очень плотный. Даже, наверное, придется оставить открытым. А то опять фонит. Кстати, со звуком мы, в принципе, разобрались. У нас микрофон. Я не знаю, почему до сих пор кому-то он не нравится. Но мы свое обещание выполнили. Ладно. Вернемся, скажем так, к каравану. У нас идет светлый дуб в интерьере. Здесь комбинированная кухня. Диванчик у нас метр сорок на два в разложенном состоянии. То есть, смотрите, чем он отличается от привыкшей к нашему глазу планировки караванов. С такими размерами и с таким весом. Здесь у нас используется полноценный уже туалет. Хотя он всего лишь 70 сантиметров. Вот ширина самого модуля этого туалета. Но у нас здесь этот форт поворотный с помпой в смывоке. На другой стороне мы можем увидеть полноценную душевую кабину. То есть, кому это немаловажно, кто не хочет комбинированную. Вот такая вот вещь. Маленькая раковина-умывалочка тут есть. Макскитная сеточка. Все. Ну, окошко, конечно же, матированное. Используется в санузле лючок сороковой. Также с москитной сеткой. И фольгированной его частью местные подсветочки везде присутствуют. То есть, в принципе, для двоих. Стол штатный здесь есть в комплекте. То есть, передней части он может быть поставлен. Нет тут, как вы можете заметить, тумбы. Но зато у нас есть уже вот такой полноценный санузел. Сам штатный стол находится вот тут вот в шкафу. Вот он. Он очень хорошо встает, не стесняя места. А холодильник, повторюсь, на 111 литров дометик. Состояние. Ну, вот, опять же, к слову, мне кажется, что им абсолютно не пользовались. Потому что, вот так, смотрите, в краях его так не отмоешь. Работает он у нас от 220, 12 по 13-ти пиновому разъему и плюс газ. Индикация горения у нас здесь механическая. И пьеза для розжига здесь ведет уже автомат. То есть, это у нас газовая часть автоматическая без розжига. Ну, как говорю, есть подозрение, что его не использовали этот холодильник. Так же, как, в принципе, мы можем говорить о плите. То есть, на одной из комфорок есть немножко, что обжиг было, а другие просто беленькие. Так же, как и духовой штат, ни одна химия не возьмет вот это зеркало. А если и возьмет, то мы увидим следы этого трения, терения и так далее. То есть, караван действительно просто в мега достойнейшем состоянии. Сродни, наверное, состояния нового. Штатная доска. Трума Ультрафлоу в комплекте. Но, поскольку используется вейловский отопитель, как правило, уже используются и вейловские смесители. Ну, на любителя, но они очень красивые. Так, что касается шкафчиков. Просто все новое. Никаких тут ни ремонтов, ничего. Москиточки, пожалуйста. Просто фольгированная часть. Все как положено. Очень интересные ручки. Место для ложек вилок. То есть, в принципе, органайзер достаточно очень хорошо организован. Вот этот весь кухонный пик. Напротив. Так же шкафчики. То есть, то, о чем я говорил. Скрытая установка комбинированного отопителя и бойлера. уже позволяет нам максимально использовать площадь. Как же, увы, никаких отопителей открытого типа. То есть, сам включение отопления вот. То есть, в верхнюю. Против часовой стрелки назовем так. Это у нас использование питания от электричества. А вниз это газ. Ну, и, соответственно, температура. Снежинка в данном случае у нас вот эта вот. Говорит о том, что в этом положении и положении снежинка можно использовать приточный воздух по рукавам раздува. Так как у отопителя все равно забор идет снаружи. Находится сам отопитель у нас. Вот вылазкая конструкция. Это все находится под правым диваном. Фильтр есть на водичку. Сейчас вот по тому желтенькому флажку мы можем видеть, что установка слита. Так, кстати, в одном из прошлых видео люди видели включение бойлера от газа. Ну, здесь вот отдельно покажу. То есть здесь мы можем видеть, да, работу воиловского бойлера как от электричества и также от газа. Все тут есть. Соответственно, если мы видим газовые экраны на бойлер и отопление, то он должен работать от электричества и от газа соответственно. Все здесь очень великолепно. Все здесь очень красиво. Вот левым диваном у нас все, что касается электричества. То есть вот он блок. Здесь мы можем увидеть автоматы и предохранители, касаемые 12-ти вольтового оборудования. То есть, соответственно, в этом блоке у нас есть и зарядное устройство для собственного аккумулятора. Работает оно банально. То есть только вы подключились к 220 вольтам. И вот в стационарную розеточку ваш аккумулятор начинает заряжаться. Что еще рассказать? Люки очень уже современные. Это люки Аэро. Они у нас идут как с фольгированной, так и с москитной частью. То есть это как вам уже удобно, вы можете закрыть. Над зоной кухни 50-й стоит Аэро. Также с москитной и фольгированной частью. То есть не на выпитку ничего. Входная дверь у нас также оборудована москитной сеткой на весь, на ширину всего проема. Место под телевизор. Разводочка по антенне. Плюс розеточка. Все тут у нас есть. Давайте немножечко подытожим. Данный караван 2012 года выпуска. Выпускался он по 14-й. Веса 848 килограмм. Цена 742 тысячи рублей. Караван в состоянии на 5 с плюсом. С великолепной светлой отделкой. Двухместное размещение. С отдельным туалетом и душем. Кому интересна такая позиция. Мы ждем вас. Караван готов полностью к продаже. Мы есть в инстаграме авточоиспсков. Авито, Адром. На всех ресурсах указывают наши телефоны. По вайберу и ватсапу вы можете задать интересующие вас вопросы дополнительно. Мы с удовольствием вам ответим. Что ж, спасибо за просмотры и за новых видео.